Итак, доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать Тору, притчи царя Соломона. Сегодня у нас 21 глава, и мы продолжаем изучать, продолжаем изучать. В прямом эфире, кто смотрит записи, всем шалом! Значит, мы остановились, сразу я начну, сразу я начну изучать, чтобы те, кто смотрят записи, могли сразу увидеть это, услышать. Всем, кто приходит, сейчас заходит в комнату, шалом! Уже прям быстро наполняется комната. Спасибо Фейсбуку за то, что сейчас можно вот так вот изучать Тору по всему миру. Прямо вот так, бах! Выходишь в эфир в Тиве. А слушатели могут быть Яков Шатайдин, шалом! Со всего мира, в Иерусалиме, во всех городах. Слава Богу, что нас наполняют сейчас и в Фейсбуке, и, значит, в Инстаграме идет прямой эфир. Я думаю, что скоро будем делать еще прямой эфир в Ютьюбе, чтобы было сразу по всем каналам. По всем каналам, чтобы можно было учить Тору. И потом каждый смотрит там, где ему удобно. Итак, значит, у нас мы остановились на том, что Афах Пах Дерех Иш, в тот раз мы учили восьмой отрывок, что переворачивается путь человека в Эзар. И он становится иногда чужой. В Эзах Яшар Пало. А иногда он становится чистый. И прям его путь. Все идет по внутреннему такому настрою человека. Иногда он уходит вообще, то, что называется, вот я сейчас вспомнил, есть такая, такая есть в Торе идея. Аль Тиштахавели Эль Зар написано. Не поклоняйся чужому Богу. Чужому Богу. А сейчас. Аль Тиштахавели Кель Ахер. И не поклоняйся Богу другому. И интересно, что насколько вот эти вот нюансы, да, вот Ахер пишется Алиф Хэт Рейш, а Эхад пишется Алиф Хэт Далит. И Далит и Рейш, они очень похоже написаны. У них разница только пимпочка такая, маленькая-маленькая пимпочка. То есть, Бог один или Бог другой в написании, они почти одинаково пишутся. Представляете? И здесь то же самое. Зах, Зар это чужой, а Зах это чистый. Пишется тоже разница в маленькой-маленькой пимпочке. И в жизни вот так бывает, что все переворачивается в одну секунду. Значит, сегодня мы дошли уже до девятого отрыва. Девятый отрывок нам сообщает царь Соломон, мудрейший из людей, который построил первый Иерусалимский храм, который на тот момент объединил под своей мудростью, в своей мудростью, он объединил весь мир. Интересно, что в Иерусалим приезжали со всего мира цари для того, чтобы увидеть, что такое вот самая высшая мудрость и как можно сделать такое выдающееся государство. И, значит, у царя Соломона был 700 жены, 300 наложниц, что тоже требовало невероятного ума, как этим всем управлять. И он вот здесь нам советует такой совет по семейным отношениям. Значит, девятый отрывок, он нам говорит так. Он говорит, лучше сидеть на краешке крыши, чем жена, жена, которая медианим, это сварливая, сварливая, которая все время, она в претензии, в претензии сварливая, у бейт хавер и в доме с друзьями. Значит, здесь мы видим такую интересную вещь, что, в принципе, объясняют нам комментаторы, что человеку для счастливой жизни ему нужны друзья, хаверим, то есть ему нужно с кем-то быть друзьями. И идеально было бы, когда люди живут одной такой вот, как бы, дружной, дружной, не семья, с друзьями, да, когда у человека есть друзья, когда он с ними общается. Но если есть у него сварливая жена, объясняют нам комментаторы, которая в претензии все время к нему, которая с ним ругается, то он лучше пускай живет где-то далеко от всех, потому что она его рассорит со всеми друзьями. То есть, если она уже с ним ругается, то понятное дело, что она сварливая, она его рассорит со всеми друзьями, и у него друзей-то и не останется, да. Вот такой он давал совет, уйти, если жена сварливая, уйти подальше, подальше. Дальше в этой же главе, в конце, он вообще советует, что если, сейчас я скажу, где тут написано, вот. Вот. В девятнадцатом отрывке он дальше пишет, что «тов шевет берет смит бар». Он говорит, но если она вообще не утихает, и даже оттуда она продолжает быть сварливой, он говорит, лучше жить в земле пустынной. Вообще в пустыню уйти, значит, мешит медианим векас, чем жена сварливая и гневливая. То есть это, такой он дает совет, такой он дает совет царь Соломон по семейным отношениям. Значит, ну, углубляться здесь мы не будем, хотя можно было бы чуть углубиться, здесь есть очень интересный, интересный есть аспект такой, да. Когда Всевышний создавал первому человеку жену, то он назвал ее Эзер Кенегдо, помощник против него. Прямо так написано в Торе, что женщина была создана как Эзер Кенегдо, помощник против него. И с одной стороны она мужу помогает, с другой стороны она все время находится против него. И есть прекрасная такая система, Раф Шалом Аруш. Раф Шалом Аруш, он написал несколько таких книг, выдающихся. Одна называется Сад Мира, вторая называется Сад Мудрости, третья называется Сад Веры, четвертая называется Сад Благодарности, да. И он там объясняет, он говорит, смотрите, как интересно получается, что вначале он начинает книга первая, Сад Веры. Он говорит, ты же в Бога веришь? Веришь, значит все от Бога, то есть нет ничего, что было бы не от Бога. То есть все, что есть в мире, нет другой силы, кроме Бога, и только Бог вообще управляет всем. Веришь, но человек должен верить, он верит в это. Он говорит, вторая книга, вторая книга называется Сад Благодарности. А если ты веришь, что все от Бога, так ты должен быть благодарен. И даже если происходят какие-то вещи, которые тебе не нравятся. Вот, например, сейчас не пускают Бресловских хасидов, не пускают в Умань. А Рав Шаламаруш, он как раз Бресловский хасид, один из их лидеров. По его системе они не должны возмущаться, они должны сказать Всевышнему, благодарим тебя Всевышний за то, что ты даешь нам такое в этом году, вот такое, можно назвать испытание, ситуация, такая ситуация, что нас не пускают в Умань. Благодарим тебя Всевышним, и открой нам глаза, зачем нам это надо. И вполне возможно, что Всевышний хотел, чтобы в этом году они провели Рожа-Жена с семьями, со своими женами и детьми, потому что в Умань ездят только мужчины. Может быть, Всевышний так хотел, может быть, он им специально дал такой подарок, который он им готовил много лет. Но это может заметить только человек, который благодарен, который не сопротивляется тому, что Всевышний ему дает, а он идет в потоке с этим, благодарит. Теперь третью книгу, он говорит, третья книга Садмира. Садмира, он говорит, что если у тебя жена сварливая и так далее, это что же от Всевышнего? Это значит, Всевышний через нее с тобой разговаривает. Это значит, Всевышний через нее посылает тебе сигналы для какого-то твоего исправления. Это значит, как говорил Раши, там же объясняет такой комментатор на Тору, где написано, что Эзер Кенекдо создал Всевышний женщину мужчине, помощник против него. И Раши внизу прямо там объясняет, комментатор, удостоился перед Всевышним, помощник, не удостоился, против него, то есть через нее идет сигнал, это как рупор такой. И если Всевышний хочет человеку послать страдания, так он ему посылает вот эту вот сварливую жену. Но есть даже известная такая, известная есть такая метафора, что как-то один человек пришел к Равину и говорит, Рэба, не могу больше вообще, у меня жена просто из меня душу вынимает, все время меня пилит, все время недовольная, все время в каких-то претензиях, все, что мне делать? Ну, ему Равин говорит, вот в 9 отрывке 21 главы написано, лучше сидеть на краешке крыши, чем жена сварливая и жить в доме с друзьями. Он говорит, какие друзья, у нас уже друзей вообще нет, потому что, ну, она не только мной недовольна, она всеми недовольна, у нас в доме вообще никто не бывает. Тогда Равин говорит ему, ну, смотри, говорит, значит, у тебя такое исправление, то есть если у тебя сейчас, тебе положено получить страдания, так ты уже страдаешь, значит, ты попадешь в рай. Он приходит домой счастливый такой, все, жена его пилит, пилит, говорит, а он счастливый вообще такой, значит, прям, да, спасибо тебе, дорогая, что ты меня пилишь, спасибо, что ты ко мне в претензии, спасибо. Она говорит, я не поняла, что значит спасибо, как я тебе, ну, как бы, а ты спасибо? Он говорит, ну, мне Равин объяснил все, мне Равин все объяснил. Он сказал, что если у меня здесь ад, да, ты мне устраиваешь, так у меня там будет рай, так я счастлив, что ты меня спасаешь от ада, ты меня спасаешь от генома, от ада, значит, она ушла, час она думала, 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 через час подходит к нему, кофе принесла, может, дорогой тебе завтрак сделать, может быть, тебе еще что-то. Он говорит, я не понял, что с тобой случилось. Она ему говорит, ты на мне, говорит, в рай не въедешь, ты на мне в рай не въедешь, я тебе лучше, пусть у тебя там будет ад, она говорит, я тебе лучше здесь сейчас сделаю рай, но чтобы тебе там был ад. Вот такая была у него жена, представляете, есть такие жены. Значит, ну, мы как бы здесь просто осведомлены, называется, то есть если жена, если вообще человек сварливый, то он тогда первым делом это проявляется в доме, и дальше это проявляется в жизни. И если, например, вот есть такой великий бизнес-консультант Ицка Кадизес, он как-то рассказывал, что давал лайфхак, совет, он говорит, если ты владелец бизнеса, и ты нанимаешь генерального директора, то ты обязательно должен пойти поужинать с ним и с его женой, с семьей, посмотреть, какие у них отношения. Если ты видишь, что есть шанс, что он в течение ближайшего года разведется, ни в коем случае не принимай его на эту должность, потому что человек, когда он в доме, у него скандалы, то его вся эффективность жизненная, она очень сильно падает, он не может потом ни работать, ничего делать. То есть вот такая вот история. Поэтому, конечно, если меня слушают жены, пожалуйста, не пилите своих мужей, а если слушают мужья, то понимаете, что это Бог через вашу жену вас, как сказать, дает вам сигналы. Хорошо, двигаемся дальше. Десятый отрывок. Десятый отрывок. Душа злодея, она вожделеет зла. То есть здесь у нас, опять же, есть отсылка к каким-то процессам, которые, в общем-то, вот этот человек не контролирует. То есть у каждого есть какая-то предпосылка, есть его темперамент, его какие-то черты характера и так далее. И, значит, нефеша рашаевтора, душа злодея, она алчит козлу. Ло ю хан бей наврегу. Никто не находит приятности в его глазах, даже его ближние. Здесь очень интересная такая ситуация, что, вот, например, в таком уголовном мире, в блатном мире, принято называть друг друга братишка, брат. Вот такой или околоуголовный мир. Я никогда не общался с уголовным миром, но околоуголовный мир это было практически весь Харьков, где я родился. Ну, не весь, но большая часть района того, в котором я жил. И было принято назвать друг друга братишка, братишка, братишка. И как-то я видел, как вот эти вот братишки, одного потом, который был тоже их братишка, из их же банды, они его просто убивали вообще. Избивали так, что просто вообще убивали. Я потом подумал в тот момент, да, что все вот эти вот обозначения братва, братишка и так далее, оно у людей, которые злодеи, оно, ну, как не работает. Потому что, потому что, если у него душа злодея, и она, она его тянет козлу, то даже ближние его, которые называются его как бы друзья, да, в какой-то момент они попадают тоже под раздачу, и у них все равно не может быть внутри вот этих вот хороших отношений. Они об этом и знают, и долго, в принципе, они не живут. Я здесь вспоминаю анекдот, как в одной квартире хотели поселиться два таких, ну, злодея. Не совсем злодеи, но, в общем, злодеи. Один из них был алкоголик, а другой наркоман. Вот они были злодеи. И этот алкоголик говорит этому наркоману, говорит, смотри, хоть мы с тобой и друзья сейчас, и мы соседи, и мы вместе квартиру снимать будем, да, но ты должен знать, что если я приду домой, и у меня вот тепочка вот так на глаза надвинута, лучше ко мне не подходи. То есть я просто в таком настроении, что я могу просто там вообще взорваться в любую секунду. Вот так вот у меня тепочка. А если тепочка у меня вот так, значит, я в нормальном настроении, все. Главное, следи за тепочкой. А наркоман ему говорит, я, говорит, понял, я тебе тоже сообщу тогда. Если у меня рутя вот так вот за спиной, значит, я в хорошем настроении. Но если у меня вот так вот рутя, он говорит, мне все равно, как у тебя тепочка. Даже если она будет так, мне все равно. Я в таком настроении, что я тебя загрызу. И вот это то, о чем нам сообщил царь Соломон, что если у человека есть уже внутри или клеймо, наверное, здесь он продолжает насчет сварливой жены, насчет сварливой жены, что человек, который все время, он ругается, нападает и так далее, то у него все равно с ним вот в этом и объяснение, что в какой-то момент эта его сварливость, она прорывается в любом случае. И нужно, чтобы такой человек, он очень сильно над собой работал, очень сильно над собой работал над тем, чтобы убирать свой гнев. Вот Равицкак Зильберг, Зехрлиц Адик Левраха, он говорил, я лично от него это слышал, он говорит, я от природы очень гневливый человек, то есть я очень, прямо у меня гнев вспыхивает. Но я долго-долго над собой работал для того, чтобы это качество убрать. И все, кто его знали и видели в жизни, знают, что более спокойного, веселого, такого, ну, позитивного, доброго человека, ну, вряд ли вообще может быть. Но он сам говорит, что мои, как бы, черты характера, он, кстати, интересно, что он был лев по гороскопу, да, то есть он родился 5-го ава, и, значит, он был такой, прям, очень сильная личность, но он это в себе убрал, убрал, убрал. Откуда берется гнев? Это от того, что ты считаешь, что тебе все что-то должны, и что вот мир, он должен идти так, как ты хочешь. И чем больше человек, у него вот эта вот его гордость внутри проявлена, тем он больше гневается на других людей, раздражается, что другие люди не делают так, как он хочет. И в этом причина гнева, то есть его, как бы, внутренняя агрессия, она и вызывает у него гнев, и обиды тоже. Обида – это та же подавленная агрессия. Когда человек на другого обижается, он просто не выражает свой гнев, он бы хотел ему там сделать, закричать на него и так далее, но он вместо этого, он может там обидеться, затаиться там и так далее, но это тот же самый гнев, только подавленный. Теперь вопрос, выражать его или не выражать. Тора говорит, что не надо выражать гнев, потому что выраженный гнев, он вызывает, как пламя, ответный гнев, он вызывает, ну, как пламя, загорается пламя. Таить в себе тоже не надо таить в себе. То есть человек должен просто подумать, что все от Всевышнего, и, значит, если ему приходит какая-то ситуация в жизни, которой он недоволен, он должен поблагодарить Всевышнего, сказать спасибо тебе, Всевышний, за то, что ты мне посылаешь сигналы. Вообще ты мной занимаешься, ты мной занимаешься, я тебе не безразличен, и ты мне посылаешь все время сигналы какие-то, а я, значит, благодарен за сигналы и буду думать, как же мне спокойненько, спокойнее. Вот Максим правильно задает вопрос. Гнев – это претензия человека к Богу, да, гнев – это, поэтому и написано, что тот, кто гневается в сердце собой, в сердце своем, как будто бы служит идолом. Тот, кто гневается в сердце, как будто бы служит идолом. И идеалом является спокойствие, радость сердца, благодарность Всевышнему, и через эту благодарность и радость именно человек и соединяется со Всевышним. Все, всем удачи и успехов, шаббат шалом, кто соблюдает шаббат, всем остальным хороших выходных, полных спокойствия, радости и служения Всевышнему. Все, всем пока.